Здравствуйте, меня зовут Елена, я основатель онлайн-школы English for Me. В этом видео я расскажу вам, как подготовиться к GMAT Critical Reasoning. Это на данный момент, как мне кажется, была самая сложная часть для всех моих студентов. На этой части вам нужно прочитать какую-то часть текста, а дальше вас просят либо как-то поддержать этот аргумент, либо ослабить его, либо найти то, на чем основан весь этот аргумент. И зачастую это не так понятно вообще, что от вас на самом деле хотят, и уж тем более, прочитав какой-то трудный текст с витиеватыми, структурами, с кучей синонимов, не совсем понятно, о чем даже этот текст. Но сегодня я вам расскажу основу, на которой держатся все эти аргументы, потому что это стандартизированный тест, естественно. Значит, есть люди, которые пишут эти вопросы, значит, у них есть основа, как бы пошаговая инструкция о том, как писать эти вопросы. Зная это, вы уже будете как бы ожидать, что вы читаете вопрос, что же они там сделали, что они от вас хотят. Итак, давайте посмотрим, в принципе, на что такое reasoning. Reasoning – это значит думать резонно, то есть отталкиваться от фактов, а не от чувств, ощущений, каких-то дополнительных данных, которые у вас лично могут быть. То есть они хотят, чтобы вы смотрели на этот текст и отталкивались только от тех фактов, которые они вам дают. И далее, так как, закончив MBA, вы будете менеджером, вам нужно видеть, как говорится, bullshit в аргументе, то есть то, где вас пытаются где-то обмануть или запутать, когда к вам будет приходить агентство и говорить, мы сделали исследование рынка, вот-вот-вот-вот-вот-вот. А вы смотрите на то, как они сделали исследование этого рынка и говорите, не факт, что вот это ведет к такому заключению, и не факт, что это значит вот это. А мы миллионами бюджетами сейчас ворочим, и на основе ваших этих исследований мы должны их потратить. Но ваши исследования, они как бы не держат тест логики. И к этому и готовит вас MBA, поэтому этот тест GMAT, он тестирует, насколько у вас есть способность видеть в каком-то аргументе дыры и усиливать его, так как как менеджер вам тоже надо будет продавать, вам надо будет убеждать, или ослаблять его, то есть видеть, когда вам пытается что-то, ну, мягко говоря, тюхать. Поэтому мы и будем отталкиваться от этого понимания reasoning, то есть мы смотрим логично, мы смотрим критично на тот аргумент, который перед нами представляет. Какие бывают виды аргументов? Они все кляшут от одного какого-то общего такого понимания логики. Что же есть логика? Когда нам дается факт, факт один, факт два, допустим, или там один факт, и из него делается вывод. Например, посмотрим на английском какой-нибудь пример. All men are good. Или, допустим, all humans are good. Все люди хорошие. Это наш первый факт. К нему мы не пристаем, да? Это вот то, что нам дано. Все люди хорошие. Окей. Второй факт. You are a human. Вы являетесь человеком. Исходя из этих двух фактов, что мы можем заключить? Достаточно простая логическая цепочка, да? Что если human – это A, и A равняется B, то есть B – это good, а потом you – это C, равняется A, это human. И получается, что C равняется B. Значит, you are good. То есть это простой логический вывод из тех данных, которые нам даются. Так же и будет на джимате. У вас будут конкретные данные, с которыми вы не сможете поспорить, да? Если они говорят, что статистика такого-то года по сравнению с таким-то годом понижается. К этому факту мы не можем пристать. Мы не будем говорить ни факт, что у них правильная статистика. Такого не бывает нажимать. Все факты, они априори верные. Но что мы можем делать? Вот этот вот вывод, вот эта логика, которая исходит из этих двух фактов, к этому выводу, она не всегда верная. То есть, если я вот здесь вот напишу, you are a bird, например, ты птица, и потом я говорю, you are good, я не могу сделать это заключение, потому что, ну, птица – это уже не человек. И мы нашли дыру в этом аргументе, что human не равняется bird. Примерно так. И вот все вопросы на джимате, они будут построены именно так. Конечно же, там не будет это так просто, как птица и человек. Там будут очень завернуты какие-то определения, которые не являются синонимами. Они чем-то отличаются. И за счет этого они наводят на нас как бы небольшое такое ощущение, что вроде как все логично, все правильно. Там еще будут использоваться такие слова therefore и таким образом. И вот вроде как мы идем, 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 и по форме аргумент написано идеально, что вроде как так и должно быть. Но мы должны увидеть эту разницу между человеком и птицей. Там она будет очень узкая, то есть там будет не такая вот дырень, а вот она будет маленькая-маленькая, такая дырочка, небольшое несоответствие, которое уже заставляет нас усомниться в этом аргументе. В принципе, в этом и вся суть. Сейчас мы посмотрим на конкретные примеры в формате презентации, поделюсь своим экраном, чтобы вы смогли видеть то, как я думаю, когда я смотрю на эти вопросы. И уже на основе этого вы сможете сами искать такие же дырочки, да, flaws в аргументах. Дальше чуть-чуть скажу о продолжении этого видео. В этом видео я смотрю три самых главных вопроса, самых простых и самых часто встречающихся на джимати-critical reasoning. Это будет supporter argument, то есть поддержите аргумент. Это будет weakened argument, то есть сделайте его более слабым, то есть найдите что-то, что вот эту вот дырочку находит и делает ее из маленькой дырочки, вот такой вот большой, да, то, что доносит до вашей аудитории, что все-таки эй, 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 вообще-то это не одно и то же. Или, как я сказала, да, усилите аргумент, скажите, ну вообще-то некоторые птицы очень сильно там по ДНК схожи с людьми, и тогда мы уже думаем, что окей, может быть эта дырка не такая огромная, она уже намного меньше становится. И третий тип вопроса это if true, да, это вот то, на чем основа здесь аргумент, то есть тот statement, который нам не сказан, вот, например, здесь, да, нам непонятно, да, они сделают какой-то вывод и вроде как непонятенную, то есть где-то они додумывают что-то, а что же они додумывают? Они додумывают, что все-таки птицы чем-то похожи на человека, там, по ДНК или по поведению со своими детьми или еще что-то. И вот на основе этого аргумента и держится весь вот этот аргумент, вся эта логика. Если этот аргумент оттуда убрать, то все развалится. Они иногда просят идентифицировать именно этот аргумент. По сути, это очень похоже на первый вариант вопроса, то есть тот аргумент, который бы усилил всю эту логическую схему, это то же самое, то, на чем все держится. Вот эти три вопроса сейчас мы посмотрим на примерах. Есть еще три типа вопросов, которые более трудные, но они тоже кляшутся за этим. На них я напишу отдельное видео, как только это видео наберет больше 100 лайков. Поэтому, если это вам полезно, ставьте лайк, делитесь с друзьями, чтобы они это тоже увидели. Как только я вижу, что вам это интересно и полезно, я записываю второе видео более трудного уровня. Вот эти вопросы позволят вам, если вы будете быстро их делать, кстати, у вас всего 2,5 минуты на каждый из этих вопросов, я бы при этом тратила почти 2 минуты на чтение самого вопроса и только потом чтение вариантов ответов, потому что именно нахождение вот этой логической дырки и придумывание уже как бы заранее, что же я должна искать в вариантов ответов, помогает мне быстро отвечать, глядя через все варианты ответов, быстро находить тот, который мне подходит. Потому что они тоже будут все витей вата написаны, если мы будем просто их читать и думать, может быть, этот подходит, может быть, этот подходит. Но вариант ответа правильно, но примерно такой же, как если вы просто тыкали пальцем в небо. То есть 25%. Поэтому предлагаю сейчас посмотреть несколько примеров. Если вам это полезно, практикуйте, смотрите, ищите именно эту логическую цепочку, ищите, где в ней несоответствие. Когда напрактикуетесь и хотите больше, ставьте лайк, и я буду делать следующее видео. Смотрим на первый вопрос. Вот как я уже говорила, вот у нас наш аргумент, который нам позволяет помнить, что же мы вообще ищем. Всегда ищем какой-то вывод. Когда у нас есть вывод, это то, на что основывается этот аргумент, то, к чему нас пытаются привести. И потом смотрим факты, которые у нас есть до этого, в которых будет несоответствие. Сейчас сочетайте вот этот вот вопрос, начиная отсюда. И, конечно же, я уже выделила, да, с целью того, чтобы сэкономить нам время, и чтобы это была хорошая практика, я выделила то, на что надо обращать внимание. Но прочитайте, пожалуйста, я даю буквально там 30 секунд, поставьте на паузу, если вам нужно больше времени, почитайте несколько раз, попытайтесь увидеть именно несоответствие в этом аргументе. Так, если нужно еще больше времени, пожалуйста, поставьте видео на паузу, а я сейчас продолжу дальше объяснять. Вот смотрите, они говорят о том, что, да, что мы хотим там выращивать какую-то культуру, и у нас есть вот эти вот места, wetlands наши, в которых это можно делать, но из этого будет какое-то загрязнение, и как бы мы вроде как не знаем, делать этого или нет. Но дальше мы говорим, этого не может быть правды, так как в Ирландии, где вот эта культура так растет, и уже там много веков ею занимается, нету никакого загрязнения. И как вывод мы можем безопасно продолжать эту культуру выращивать. Вы видите, у нас есть вывод, который основывается на двух фактах. Что у нас есть Ирландия, в которой все замечательно растет, и у нас есть наша страна, в которой у нас вот эта культура есть, и у нас там есть такие места, в которых ее очень много. И получается, что они думают, что our, наша, равняется Ирландии. Видите, где небольшое несоответствие в этом, что если у Ирландии получилось, значит получится и у нас. Но это не факт, совсем не факт. Поэтому нам нужен какой-то аргумент, который говорит, вы знаете, наша страна очень похожа на Ирландию. И тогда это закроет эту вот дыру в аргументе, вот здесь это надо будет предложение поставить, и дальше мы сможем сказать, да, именно поэтому мы можем дальше продолжать растить эту культуру в нашей стране, потому что она очень похожа на Ирландию, ну и поэтому, скорее всего, выхлоп будет такой же, как у Ирландии. То бишь, все будет хорошо и не будет никакого загрязнения. Мы ищем именно такой аргумент, потому что у нас вопрос. Which of the following if true most strengthens the argument? То есть это самый такой распространенный вариант вопроса, что будет усилять этот аргумент? И вы, читая, должны найти несоответствие, должны задуматься, в чем же здесь можно усомниться, и потом найти что-то, что будет противоречить этому. Дальше читаем варианты ответов. Также ставьте на паузу видео, я, наверное, не буду делать паузу, чтобы видео не стало супер длинным, просто сразу буду объяснять. Если хотите, если это ваше первое вообще знакомство с этим тестом, можете пройти эти ответы вместе со мной и уже потом самостоятельно их делать. Можете сами попытаться и потом проверять себя, как вам больше подходит. Я сразу буду искать правильный ответ. Вот в данном случае это будет B. Почему? Мы читаем То есть, они вас хотят запутать тем, что первые пять слов, они вообще какие-то такие навороченные всегда, очень трудные, так что вы дальше не будете читать. Если вы сразу смотрите, оп, 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 там, ой, вот здесь вот увидел что-то похожее, да, начинаю тут читать, а вот тут что-то вот непонятное, я тут не буду читать. Или там, over hundreds of years, тоже что-то навороченное, дальше я не читаю. Будьте бдительны, потому что они об этом знают, они знают, что вы устали, к данному моменту пройдет уже два с половиной часа на тесте, вы уже ответили на математику, и вот у вас пошла эта verbal section, и вот это будет уже вторая часть verbal section, будет очень трудно концентрироваться и читать длинные тексты. На это это рассчитано, да, что вы как менеджер готовы работать на износ многие часы, и даже когда вы устали, или там, там, в командировке где-то, не по своему временному поясу живете, вы все равно можете видеть какую-то, ну, нехорошую штуку, которую вам пытается посунуть под нос. Вот. Это мы как бы пропустили, да, смотрим, pitch harvesting areas, то есть, это то место, где произрастает вот эта штука, где ее можно растить. В Ирландии, так, это похоже на то, что нам до этого говорили, да, что в Ирландии вот эти штуки растут, похоже. Дальше нам говорят virtually identical, то есть, она практически идентична к чему? А к тому же самому в undisturbed wetlands of this country, то есть, вот эти нетронутые wetlands, да, мокрые, эти поляны, то есть, это обычно такие залитые водой берега, в которых живет камыш, и всякая такая жидность ползает, вот эти вот wetlands нашей страны. И что нам говорят? Как раз то, чего нам не хватало, что вообще-то наша страна, она очень похожа на Ирландию. Чем она похожа? Как раз она похожа, там, не климатом, не местоположением, а она похожа вот именно экологией, экологией наших мест, наших wetlands и их pitch harvesting areas. Видите, они использовали синонимы, чтобы нас немножко запутать. То есть, здесь у нас было pit rich wetlands, то есть, это wetlands, где множество, которые богаты вот этой культуры. Здесь у нас говорят pitch harvesting areas, то есть, это те места, в которых можно растить и собирать вот эту культуру. Очень интересно, да, а здесь undisturbed wetlands. Конечно же, они доставят какое-нибудь прилагательное, красивое, чтобы отвлечь наше внимание, но вот наши wetlands, они здесь встретились. В нашей стране были wetlands, вот они здесь опять встречаются, вот у нас Ирландия, вот у нас наша страна, вот у нас virtually identical. Это все то, что мы искали. Если вы посмотрите немножко на другие варианты ответов, они могут быть даже интересными, они могут даже быть убедительными, но они либо вообще не алё и близко не стояли, как, например, вот этот. Как это относится, да, что флора и фауна, которая в некоторых местах выигрывала из-за каких-то там изменений, ну, вообще не относится. Конечно, можно идти исключением, если вы не понимаете, что вы ищете, но все равно вы придете к тому, что у вас в конце, допустим, два или три подходящих ответа, и вы совершенно не знаете, как на них отвечать. Если вы не проделаете вот эту работу сначала, хорошо вчитаться, выделить для себя, где вывод сразу же, обычно он будет в конце, естественно, параграфа, и дальше искать два факта, которым можно придраться, вернее, два факта, из которых сделаны какие-то выводы, которые можно придраться. Сейчас я вам покажу, как отличать факты от выводов. Едем к второму вопросу. Здесь то же самое, нам дается факт, факт и конклужин. Поставьте на паузу, прочитайте, вчитайте с хорошенько, поймите все слова, переведите, что вам нужно, и дальше я буду объяснять, как отвечать на этот вопрос. Так вот, нам говорят, что была такая временная прямая, два миллиона лет, когда вот лава там реку затопила, и, в общем, появилось озеро. Дальше нам говорят, что начиная с этих двух миллионов лет назад, у нас появилось озеро, и просуществляло полмиллиона лет. То есть мы понимаем, что есть промежуток времени от двух миллионов до полутора миллионов лет до нашей эры. Этот промежуток времени нас интересует, нам задается это просто фактами, мы с этим не спорим никак. Дальше у нас второй факт идет, что То есть вот именно в этом озере, сверху над лавой, то есть мы понимаем, что это было уже после того, как вот это извержение вулкана произошло и затопило, и создало это озеро, там находятся вот эти косточки этих людей, которые, возможно, там жили. То есть они думают, что там жили вот эти человеки раннего времени такие, человекоподобные, да. Дальше они делают вывод из этого. То есть раз мы косточки там нашли, значит в таком-то промежутке времени. Ну, в Western Asia нормально, мы должны посмотреть, нам хоть про Western Asia там раньше говорили, говорили про Western Asia. Все правильно. Between two million and one and a half million years ago. С промежутком времени тоже все в порядке, потому что два миллиона лет назад появилось это озеро, полмиллиона лет просуществовало. Хорошо. Мы знаем, что эти косточки туда раньше попасть не могли, потому что они лежали сверху off the top of the layer of lava. То есть они над лавой лежали, они иногда попали после того, как это озеро образовалось. Но вроде как все идеально с этим аргументом, да. Но что же здесь, к чему можно придраться? Что не соответствует? Нам не говорят, как бы не закрывают промежуток в конце. Вроде как оно просуществовало полмиллиона. Но оно всего полмиллиона просуществовало, и потом его уже не было. То есть потом там было сухо. И вот они эти косточки нашли сверху над этой лавой, но не факт, что они туда попали в то время, когда там было озеро. Может быть, они туда попали через еще миллион. Может быть, через два миллиона лет. То есть мы не знаем. Может, они вообще там попали туда сто лет назад, когда, не знаю, там фильм снимали про динозавров и туда накидали косточек. То есть мы не знаем этого. И это то, что может ослабить этот аргумент. Видите, насколько это несоответственно меньше, чем человек и птица? Ну, конечно же, будет не таким понятным. Оно не будет выпрыгивать на вас. И вам нужно тренировать себя, искать эти дырки. То есть вот у нас не закрыт этот аргумент. Возможно, эти кости попали до позже. То есть нам нужно искать какой-то вариант ответа, который нам говорит, что позже они туда попасть не могли. Опять у нас. Это перефразированный вопрос от того, что бы усилил этот аргумент. Чего не хватает для того, чтобы это все было правдой? Что, если мы это опровергнем, разрушит весь этот аргумент? Ищем. Можете поставить также на паузу. Я сразу начну отвечать, давать правильный ответ. Вот мне нравится ответ Е. То есть, каким-то образом там они доказали, не знаю каким, нам это не важно, что к тому времени, когда озеро пропало, то есть полтора миллиона лет назад, косточки уже были там. Может, там с ними что-то случилось, может, их вода там попортила или еще что-то. Нам это не важно. То есть, когда нам дают вот такие вот факты, мы к ним не придираемся. Это факт. Нам важно, этот факт доказывает, закрывает вот этот промежуток времени, которого нам не хватало, вот эти полтора миллиона лет назад. Он действительно его закрывает. И получается, что они туда попали после лавы, потому что они над лавой лежат. И мы знаем, что они пропали, они там лежали уже к тому времени, когда пропало озеро. Значит, они там были именно вот эти полмиллиона лет, когда там было это озеро. И вывод наш становится сильным, к нему уже не придраться. Все остальные варианты ответов, можно читать, они, ну, совершенно никак не относятся к тому, что мы ищем. There were not other lakes in immediate area before the lava damped up the river. Нам без разницы, были там другие озера или нет, потому что никак не влияет на содержание этого озера. То, что там была фиш, ну, рыба, да, ну, какая разница? То, что туда люди приходили, но они могли прийти, могли не прийти. Может, тогда еще людей вообще не существовало. Дальше. Лава. Не было там никаких фоселов. Это нам говорит только о том, что до этого промежутка 2 миллиона лет там не было никаких людей. И, кстати, вот этот вариант ответа, С, он является вторым по популярности ответом, и его здесь поставили специальным. У человека бывает такая особенность, когда он хочет искать только выдающиеся вещи. То есть, самое интересное, самое важное, это там любые самые-самые события, да, там какой-нибудь спортсмен побил мировой рекорд, или самые высокие уровни инфляции за последние 10 лет. Это то, что оказывается в новостях. И мы заточены обрешать внимание только на пики, только на самые важные вещи. И вот эта вот штука сводит с ума многих тем, что она говорит о том, что вроде как до этого там не было косточек. Значит, эти косточки самые первые. Но нам не нужно этого доказать. Мы должны смотреть на наш вывод. Наш вывод заключается только в том, что там, в принципе, они жили в этот промежуток времени. Нам не нужно доказывать, что это были first. Здесь нигде не написано first ancestors. А вот эта штука нам доказывает как раз то, что first ancestors. До этого никого не было, потому что вот в лаве, которая под этим озером, там ничего не было, никаких человеческих остатков. А нам не важно это. Но, как видите, человеческая психология срабатывает, и 40% людей выбирает этот ответ. Поэтому осторожно. Мы будем на другие вопросы смотреть, где также влияют ваши эмоции, или то, к чему мы привыкли в обычной жизни, они влияют на то, как вы отвечаете на вопрос. Но вам нужно быть хладнокровным и отвечать только из той информации, которая вам дана. Никакого дополнительного вмешательства из вашей собственной головы, из ваших эмоций, из ваших знаний. Особенно, если это будет хоть как-то связано с вашей индустрией, будьте осторожны. Все, что вы знаете, будет влиять на то, как вы отвечаете, и этого не должно быть. И последний вопрос на сегодня. Здесь мы будем говорить про криминальную активность. Это обычно приводит к тому, что люди отвечают неправильно, потому что у нас у всех есть какая-то эмоциональная зарядка на эту тему. Но нам нужно, опять же, смотреть очень спокойно и выбирать тот ответ, который нам позволяет увидеть, на что опирается этот аргумент. Is an assumption on which the argument relies. То есть, что является тем, как бы той додумкой, той теорией, даже не аксиомой, той теорией, на которой все это основано. И что если эту штуку как бы убрать оттуда, то вся эта структура развалится по частям. Почитайте, если нужно. Ставьте на паузу, переводите, смотрите в детали, ищите вот эти факты, на чем основываются, ищите conclusions, те выводы, из которых это делается. Я здесь уже кое-что выделила, чтобы вам было проще. Дальше будем искать, какой вариант ответа нам подходит. Я сразу пойду объяснять. Смотрите, вот их выпускают досрочно, некоторых выпускают на интенсивном, в каком-то supervision, то есть за ними особенно сильно следят. И вот они там должны что-то делать. И вот есть два вида вот этого пароля, когда за ними следят. Есть обычные, когда они там иногда должны появляться, а есть вот этот интенсивный, когда за ними электронно следят, и там очень сильно контролируют их деятельность. Дальше нам говорят, что the percentage of released criminals arrested while under supervision is the same for intensive and routine supervision. То есть нам говорят, что те, которые вышли вот на такой supervision и на такой supervision, их арестуют заново, ну, примерно одинаковое количество раз. И дальше из этого делается вывод. So intensive supervision is no more effective than routine supervision in preventing criminals from committing additional crimes. То есть нам говорят, что получается, что интенсивное это вот супервизирование ничем не круче, чем обычное рутинное супервизирование в предотвращении криминальных субъектов от того, чтобы совершать новые преступления. Давайте здесь разберемся, что есть А и что есть Б. А это у нас криминальные субъекты, которых арестовывают заново. Арестовать их могут за что угодно. Их могут арестовать за то, что они не соблюдают условия пароля, например. Но даже если вы этого не знаете, все равно, смотрите, вот это одно слово, а это другое слово, ну, просто разные слова. И не факт, что А является Б. Иногда, когда я отвечала на GMAT, я видела там целое словосочетание шести слов, я просто себе рисовала вокруг них кружочек, и говорила, что это А. А вот это будет Б. И потом в вариантах ответов искала, я понимала, что мне нужно, чтобы А приравнялась к Б каким-то образом, чтобы усилить аргумент. Я буду искать такой вариант ответа, где используется А, где используется Б, и где хоть как-то описывается, что они между другом равны. И прямо на интуиции отвечала. И, ну, как бы набрала высокий балл. Думаю, что во многих вариантах таких вопросов я была права. Потому что там уже устаешь, и действительно нет возможности тут знать все варианты ответов, все слова прям знать. И прям не пугайтесь, да, то, что вы чего-то даже не понимаете, нужно переводить в словаре. Это нормально. Так вот, их могли арестовать за все, что угодно, а здесь нам говорят за то, что они делают новые преступления. И вывод какой? Что интенсивное супервизирование не более эффективно. То есть не более эффективно, это значит, что при ней такое же количество вот этих вот crimes делается. То есть количество crimes при этой и количество crimes при рутинной и при интенсивной, они одинаковые. А нам вот здесь говорится, что процент арестованных одинаковый. То есть вы видите, как одно не равняется другому. Здесь нам говорят, процент арестованных равняется между ними, и значит и количество вот этих additional crimes тоже равное между ними. А это совсем не факт, потому что арестовать их могут за разные вещи, а совершать новые преступления, но это совсем другая вещь. Поэтому мы сейчас должны искать что-то, что здесь в «Вариантах ответов» там говорит такую вещь, что есть какая-то связь между тем, насколько часто их арестовывают повторно и насколько часто они совершают повторные преступления. Если будет какая-то связь между ними, которая дает нам как формуле возможность приравнять их между другом, то, что они именно здесь и делают, то тогда мы можем сказать, да, вот на этом все и основывается. Давайте это искать. Ставьте меня на паузу и читайте все варианты ответов. Я сразу начну объяснять. Посмотрим на вариант С. Вот смотрите, мы как раз хотели соединить percentage of released criminals arrested. Вот у нас proportions of arrest. Percentage, да, процент. Это всегда пропорция. Это что-то, деленное на 100%. То есть это то же самое и здесь. Здесь будет, допустим, процент. Это те, которые вышли и те, которых поймали заново. То есть тех, которые поймали заново, деленное на тех, которые вышли, в принципе. Вот пропорция – это то же самое. То есть пропорция арестов – это то, что нам вот здесь говорилось, да. Получается, что пропорция арестов, я так и напишу, proportion of arrests у нас в intensive равняется пропорция арестов в routine. Это нам написано вот здесь. Это наш первый факт. Второй наш факт, что нам вот здесь дается. Тот факт, который нам не хватает, да, вот этого второго факта, чтобы, допустим, это у нас, что все люди хорошие, нам не хватает факта второго, что вы вообще-то люди. Тогда нам можно сделать вывод, что вы хорошие. Вот это у нас как бы дырка такая в аргументе. Здесь мы смотрим, что пропорция арестов пропорция арестов равняется crimes committed. И вот у нас как раз и говорится, что пропорция арестов равняется crimes committed. Значит, мы на основе этого можем заключить, что crimes committed в intensive равняется в crimes committed в routine. Да, вот мы просто делаем вывод. Раз. Вот это вот, да, то, что вот это вот у нас равно, это то, что у нас вот здесь написано. Значит, и crimes committed равняется в crimes committed в routine. И вот таким образом, благодаря вот этому аргументу, отсюда мы можем дальше дочитать, under routine supervision had been, was not significantly higher for criminals under intensive supervision than those under routine supervision. Вот нам это и говорят, что не была, was not significantly higher. Кстати, обращайте внимание на то, что они будут использовать отрицание. Если они здесь делают утверждение, то они, скорее всего, в опросе делают отрицание, чтобы вас еще больше запутать, да, was not significantly higher. То есть она не была сильно выше. На самом деле она была равна для таких криминалов intensive supervision и для таких supervision. Но, по сути, вот то, что здесь написано, я сделала вот в этой формуле. И таким образом, мы понимаем, что ответ C правильный, потому что, когда вот этот факт второй ставится сюда, мы уже можем из вот этого сделать вот этот вывод, тот вывод, который написан у нас здесь. Для начала, я думаю, хватит, нам нужно это осмыслить, поделать какие-то примеры, потренироваться, пишите мне вопросы или делайте ссылки прямо под этим видео на те вопросы, которые вам трудно отвечать, вы затрудняетесь, да, даже если вы по учебнику работаете, даже если учебник вам объяснил, как на него отвечать, нам все равно непонятно, вы хотите, чтобы я их проработала, пишите мне. Я буду делать второе видео, где буду рассматривать какие-то трудные вопросы и вот еще три типа вопросов, про которые я говорила. Это когда у нас дается план и у нас дается цель. Это немножко другой тип вопросов и нам нужно посмотреть, будет ли достигнута цель с помощью этого плана. Но строится он так же. И в конце нам нужно просто закончить этот аргумент. Что же туда такое подставить, чтобы все было логично? Такой тип вопросов. Потом, тип вопросов, когда у нас просто план, у нас есть цель и мы хотим либо сказать, что этот план не достигнет этой цели, нам нужно какой-то факт туда закинуть, который показывает, что это не достигнется, или наоборот усилить этот план, сказать, да, все-таки с помощью этого плана мы действительно сможем достигнуть эту цель. И когда у нас есть разговор между двумя людьми, нам нужно поддержать одного или другого, сделать какой-то аргумент, который будет контраргументом к тому, что другой человек говорит. Поэтому ставьте лайки под этим видео, мне будет очень приятно, я буду срочно записывать второе видео, как только он наберет 100 лайков. Также за бесплатной консультацией по поступлению в магистратуру или MBA за границу и подготовке к GMAT и другим экзаменам переходите на мой сайт www.ing4me.com и вы можете получить бесплатную консультацию с любым из преподавателей моей школы. Желаю вам успеха и удачи на GMAT! Субтитры создавал DimaTorzok